Топор в умелых руках не оружие, а садовый инвентарь. Любовь Конорева, 23-й год, не расстается с инструментом, которым вбивает колышки возле маленьких деревьев. Цветущий сквер перед 62-м домом на Красноармейской во многом и ее заслуга. Это посажено нами, вот это нами, вот это каштанчик, причем мы, извиняюсь, украли в этом Стрелковском парке, поехали вечером, пять штук украли, посадили. У нас один украли, вот один вырос, вот за вами где-то. Всем двором жители пятиэтажки вышли на Гагаринский субботник, опилить старые ветки и собрать мусор, накопившийся за зиму. И, конечно, побелить деревья, которые так нуждаются в заботливой руке человека. Безвездкой мажем дерево, чтобы не заводились вредные насекомые, не портилась кора, чтобы дерево было красивое, цветущее, чтобы мы любовались на него. Больше 100 тысяч человек с начала апреля уже приняли участие в уборке. Половина городских территорий очищена, а работы немало. Это и расчистка от мусора, и побелка деревьев, покраска полисадников, дорожных ограждений и ремонт урн. Своим примером глава Самары Олег Фурсов призывает присоединиться к очистке и благоустройству любимого города. Сил чиновников недостаточно для того, чтобы весь город одномоментно убрать, и мы очень надеемся на то. И призываем граждан нашего города проявить уважение к городу, показать действительно свою заинтересованность в том, чтобы Самара выглядела краше. И принять участие в этих мероприятиях, неважно когда, в течение рабочей недели или в выходные дни. Я понимаю, соблазнов много, за неделю город всем надоедает, своим ритмом, своим шумом. Многие стремятся на дачу, но надо отдать дань Самаре, надо уделить несколько часов для того, чтобы в своем дворе хотя бы навести порядок. Во двор на Красноармейской глава Самары приехал не случайно, его пригласили жители. Все с таким воодушевлением, так замечательно работают вместе с жителями. У нас жители отреагировали. Мы вчера у нас во дворе проводили субботник, а сегодня все вышли сюда, и это просто праздник какой-то. Жители, встретившись с главой города, решили заодно и о наболевшем рассказать, и о помощи попросить. Людей волнует благоустройство сквера. Олег Фурсов обещал помочь с восстановлением асфальта, лавочками и освещением сквера. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Большой субботник – большая компания. На уборку придомовой территории вышли все сотрудники управляющей компанией ЖКС. Одни орудуют граблями, другие собирают мусор. Работа в команде ускоряет процесс. У нас компания большая, имеет жилой фонд в Октябрьском районе, в Железнодорожном районе, в Советском районе и в Самарском районе. И в данный момент и там организованы работы. Наводить чистоту на придомовых территориях начали еще с середины марта, как только позволила погода. Уже вывезено 3000 кубометров мусора. К маю этот показатель планируют увеличить вдвое. Для уборки территории привлекают погрузчики и самосвалы. Добились значительных успехов, в том числе и по сравнению даже с прошлыми годами. Жизнь, дома, двор становятся чище, лучше из года в год. В ходе месячника по благоустройству силами ЖКС уже очищены фасады 700 домов от незаконной рекламы. Приведены в порядок полсотни урн, очищены чердаки и подвалы. Ощутимую помощь в наведении чистоты оказывают неравнодушные жители. Люди с удовольствием выходят и помогают нашей управляющей компанией ЖКС, чтобы дворы были чистыми. Людей мы организовываем, выходим с удовольствием. Присоединиться к уборке может каждый. Инвентарь в необходимом количестве можно взять в ЖЭО компании ЖКС. Юлия Север, Григорий Пришаков, События. Если фитнесом называть любые полезные физические упражнения, то в апрельскую генеральную уборку фитнес обладевают буквально всеми самарцами. Нагрузка на все группы мышц обеспечена, калории сжигаются. Теперь главное получать удовольствие от уборки, как от настоящей спортивной тренировки. Ты пыхтишь, потеешь, зато точно знаешь, что все эти муки для пользы тела. И для пользы дела, конечно же, чистый красивый сквер все же основная цель такой тренировки. Как и любые спортивные занятия, начинать фитнес-субботник нужно с разминки. Кисти обеих рук обязательно в одну сторону и в другую разминаем. И только потом можно набрасываться на спортивные снаряды. Каждая из них развивает определенную группу мышц, говорят фитнес-тренеры. На просторах интернета можно даже шпаргалки найти. Если коротко, грабли качают спину, а лопата – бицепс. Мышцы бицепс, руки забиваются, ноги. Опыт появляется больше. Пасмурные мысли отошли от зимы, а встретили весну с хорошим настроением. Лето скоро, все хорошо будет. Добавили субботнику соревновательный момент. И обычная уборка превратилась в чемпионат чистоты. Все студенты разделились на команды. Каждая из них получила территорию, которую нужно убрать быстро и качественно. Волонтер-судья, представленный к команде, оценивает работу по нескольким параметрам. Я не буду предвзято, чтобы записывать свои девочки. Значит, я буду им хорошие отметки ставить. Нет. Все по-честному. Сквер Родина – уже вторая точка, где наводят порядок студенты-энтузиасты. В этом году о своем участии в акции заявили 35 СУЗов и ВУЗов. Это практически вся студенческая молодежь. Места для уборки выбирают те, где отдыхают сами. Гулять, совершать утренние пробежки и подтягиваться на турниках приятнее всего в чистоте, к которой сам и приложил руку. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова